Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня мы продолжаем играть в игру The Walking Dead The Final Season, эпизод 2. Давайте продолжим. Ну, остановились мы на том, что решили помочь Руби с похоронами. Но мисс Мартин понравилась, здесь она будет счастлива. Как похороним её, я расскажу всем, что у тебя доброе сердце. Хоть ты и грязнуля. Эй! И что, вы уже закончили? Ну, тогда пойдём укреплять стены. Думаешь, этого хватит? Будем надеяться, тогда Лили и её люди не смогут штурмовать стены. Им придётся прорваться через ворота. Заведём в лапы огненной разрывной смерти. Модоки не поймут, чем их накрыло. Будем надеяться, что у нас всё получится. Наверное, на этом сегодня закончится этот эпизод. Ну, я имею в виду не на том, что я сейчас доигрываю, а на том, что случится после. То есть, на штурме. Что там? Принёс вот вам. Я заметил, что его рубашка порвалась, когда, ну, ты поняла. Когда его пострелили? Где ты это взял? Это одежда Тэна, он носил её, когда только прибыл сюда. Думаю, Джейу она будет в самый раз. Как он? Получше. Жара уже нет. Спасибо, что принёс его. Не за что. Значит, у нас есть снова теплица и бомба? Это была идея Митча. Я так и понял, Вайлетт говорит, что мы начнём подготовку утром. Хорошо. Похоже, все они согласны принять вас обратно. Серьёзно? Во всяком случае, на время. Ну, а ты сам? Это всё, чего я хотела. Хорошо. Я просто хотела, чтобы они нас простили. Я только сказал, что они не против, чтобы вы остались. Это не значит, что они снова хотят с вами дружить. Значит, остальные не против, а Сан, ты что думаешь? Оставайтесь. Пока он поправляется. А потом... Не знаю, Клементина. Клем? Привет, малыш. Как себя чувствуешь? Больше. Но всё ещё болит. Знаю. Привет, Луис. Привет, малой. Я скучал по тебе. Мы снова друзья. Но пока он ещё не особо рад. Давай, Луис, подержи. Выспись хорошенько, хорошо? Блин, мог бы и подержать пацана. Луис? Луис? И... Я не скучал по нему. Прости, что сделали тебе больно. Прости, тебе больно, это наша вина. Дело не только вас. Марлон... Ну? Кто он? Забудь. Мне пора. Да ладно, не расстраивайся. Я больше не злюсь на него, а ты? Я нахрен в ярости, говорит. Медисин. Это пройдёт. Я буду об этом. Ты должен контролировать. Ты умеешь. Ты умеешь. Ты прав. Давай посмотрим, что нам принёс Луис. А потом ляжем спать. Долгий был денёк. Да. Ага. Джеймс добрый, но мне не нравится спать на земле. Мне тоже. Интересно, что он там притащил? С помощью коллекционированных предметов. Тра-та-та-та. Я это уже читал. Так, положить мухоловку. Давай расставим всё, что нашли. А нашли мы не так много. Ещё надо оглядеться здесь. Может быть, что-то новое появилось. Или что-то новое можно повесить. Открыть дверь. Так, подожди, ещё с дверью. Ага, гриб. Интересно, сколько он простоит. А что тут? А, череп вепря. Неплохо. Крутяк. Так, а на них ещё и взглянуть можно. Странное растение. Это гриб. Скрип. Вроде не скрипит. Скрип, гриб. Я даже не знаю, как они по-английски созвучиваются. А неплохо. Сказала она. Так, что у нас ещё есть? Склянуть на мухоловку. Страшное растение. Ещё как. Это мухоловка. Она ест жуков. Растение, которое ест жуков? Вот это круто. Я знал, что тебе понравится. Так, а с тобой поболтать нельзя. И взглянуть на одежду. Давай посмотрим, может, можно выйти за дверь? Эй, нам пора спать. Ага, Эйджей не отпускает. Ишь, раскомандовался. Окей, пойдём посмотрим на то, что принёс Луис, и отправимся спать. Так, мне дают на выбор что-то ему дать. Показать Эйджей спортивную форму. Показать Эйджей футболку с псом-учёным. И показать Эйджей футболку с диско-брокколи. Ну, так как он мелкий, пускай у него будет какой-нибудь супергерой, типа пса-учёного. А как тебе это? Похоже на ботинки Тэна. Да, кажется, на них тот же персонаж. Круто. Походу, ему понравилось. Выбрать футболку с псом-учёным. Да, видимо, это та одежда, которую он будет носить до конца. Пойдёт. Наденешь, как станет получше, ладно? Да. Пора спать. Свет мешает заснуть. Я скоро задую свечу. Так, а поговорить с ним... Никак, да? Взглянуть на футболку. А Эйджей футболка очень классная. Да, Тэн Лайсон. Ну, давай поболтаем с тобой о футболках. Спортивная форма. Даже не верится, что раньше это была обычная школа. Диско-брокколи. Круто. Ты была очень многословна. Так, ну, погнали спать. Надеюсь, на этом не закончится эпизод. Спокойной ночи. Ходячим руками не давай. А если они рядом... Бам. Что у тебя с лицом? Ну, пора готовиться... ...к обороне. Это еще не все. Походу, кому-то не спится. Что такое? Ты решила подумать об обороне? Не самое лучшее время. Что такое? Эй, я не ускорял время? Блин, походу, ей не спится реально. И малому теперь не спится. О, приоделся, смотри-ка. Крементина, ляжь поспи, блин. Заколебала моя чть. Две недели спустя? Серьезно? Да ну нафиг. Так повздрослело. Ого. Бо... Че? Две недели целых прошло? Офигеть. Так малой уже... Это... Поправился, наверное. Вы уже за это время уже... Наверное, успели все обставить. Эй, джей? Блин, надеюсь, это сон. Где ты? Блин. Кто там плачет? Найдите Эй, джей. Судя по крикам, это... Мелкий Эй, джей. То есть, когда он был совсем малым. Лошадь? Походу, в натуре не сплю. Перевернутые цифры. Что это? Блин, я же говорил, Клементина, выспись хорошенько. Тебя уже глючит. Комната 105-я или 102-я. Все перевернуто. Блин, мне уже интересно найти. Глюки посмотреть. Может быть, что-то интересное увижу. Нет, там ничего. Ну, типа Джимена там, не знаю. Или еще кого-нибудь. Прикольный цвет. Свет? Нет, показалось. Эй, джей. Опа. Да ну нафиг. Я туда особо не хочу. Тебя подстрелили? Блин, а где лошадка? А, вон она. Вижу, вижу. Так, я могу ходить, но... Камера уже не закреплена за мной. Лошадка, можно тебя погладить? Блин, как-то мне неохота идти туда. Да и как-то стремно. Сейчас кто-нибудь выскочит. Ёлки. Опять эта угнетающая атмосфера. Ёлки. Эй, джей. Эй, джей. Доброе утро. Эй, джей, ты что там делаешь? Тебе приснился кошмар. То же, что и раньше. О том, что случилось на ранчо. Я в норме. Дай мне минутку. Я в норме. Просто дай мне минутку. Ээээ. Эй. Что там у тебя? Ой. Тоже кошмары мучают? Нафига тебе ножек? В последнее время они тебе часто снятся. Блин, ты меня пугаешь. Мне так спокойнее, когда я не сплю. Не хочу больше спать никогда. Наверняка продержусь без сна. Дни 18, если постараюсь. Нож? Что-то новенькое. Не видела раньше этого ножа. Ты самого сделал? Когда? Не знаю, когда ты была занята. Должно быть, не один день на него потратил. Я все время думал про нож, пока не сделал его. Блин. Что, болит до сих пор? Лементина, походу, подзабила на него. Дай, говорит, я тебе помогу лечь в кровать. Не надо вечно обо мне заботиться. Ты всегда говоришь, терпи. Вот я и терплю. Ты говоришь, будь сильным. И я ими стану. И храбрым. Всегда. Нет мальчика круче тебя. Сильнее тебя я никого не знаю. Наверное, ты самый сильный мальчик в мире. Но я не сильнее тебя. Сильнее меня никого нет. Ну, красавчик, Эйджи. Взрослеет. Прости, что тебе пришлось так стараться. Объяснять, что я хороший и умный, что я умнее их. Как-то он резко повзрослел. Я буду больше тебе помогать, чтобы тебе не нужно было все делать самой. Ты куда это? В патруль. Искать опасность плохих людей. Постарайся снова заснуть. А почему тебе не остаться здесь? Ложись спать, я буду сторожить тебя от кошмара. Как ты это сделаешь? Ты же не волшебница. Откуда ты знаешь? Может, я просто никогда не говорила, что я волшебница. Врешь ты все. Но зато он никуда не отправился. Что такое? Можно? Можно мне поспать с тобой? Ну, как, когда я был маленьким? Конечно, залезай. Мне не страшно, я просто устал. Ничего удивительного. Веришь, что он тебе понадобится? Ну, молиться. Эй-Джей? Эй-Джей? Что? Что? Ты все еще маленький. Да, я знаю. Да, я знаю. Наверное, это уже день Икс. День, когда сюда должны напасть друзья Лили. Ты как, малыш? Готов поработать? От кошмаров я только больше устаю. Я тоже. В твоей кровати мне спалось лучше. Моя очередь стоять. У дороги, он сказал. Ну, молится, уже приобщился к общему делу. У меня есть другие дела. Какие? Никакие, просто кое-что важное. Блин, Луис, подойди к делу серьезно, хоть раз в жизни. Уже столько гребаных дней подхожу серьезно. Почти две недели. Все так и делают. Все так и делают. Возьми себя в руки. О чем он говорил? В смысле у него есть что-то важное? Привет. Лили и Абелю давно было пора нагрянуть. Интересно, почему они медлят? Не знаю, раньше я переживала, что мы не успеем подготовиться, а теперь приходится ждать и всех это бесит. Я боюсь, что Луис что-то мутит. Кстати, нужна. Можешь проверить народ убедиться, что никто не тупит? Конечно. Без проблем. Спасибо, Клэм. Пойду заколочу задний коридор, раз уж Луис отказывается это делать. А Луис там тренируется с луком теперь. А где же твоя... Как там называется? Помогите всем подготовиться. Капитан стул, или как он там? Ножка от стула. Стуль ли? Взглянуть на граффити. Go away. Четко и ясно. Хм, проваливайте. Что ж, давайте осмотримся. Повсюду теперь колючая проволока. Кто там трудится? Нет, просто сидит. Так, Ай-Джей стоит с Теном. Блин, нифига, они тут заколотили все. Куча баррикад. Флагшток так и остался. Головы понавтыкали повсюду. Блин. Live or die. Валите. Либо сдохните. Ёлки. Сколько тут всего рассматривать? Так, это у нас кто? Мич? Ну, давайте переговорим со всеми. А, он делает бомбы. Что делаешь? Испытываю. Хочу узнать, работает ли бомба. Эта мелочь никого не убьет. Просто позырю, загорится она или нет. Лучше бы ей загореться. Весь наш план крутится вокруг этой мелочи. Если они прорвутся внутрь, поджигай бомбу, пока я буду их отвлекать. Предвидь непредвиденное. Типа того. Фразочка с одного из наших дурацких, мотивирующих плакатов. Раньше они тут были повсюду. Я сорвал их все, когда этот бардак только начался. Срань. Не поможешь? У меня руки отваливаются после целого дня возни с этой штукой. Ох, надеюсь, она не рванет здесь прям рядом с Клементиной. Беги, беги, беги. Говно. Если она не сработает... Попробуй снова. Уверена, у тебя получится. Попробуй еще разок. Время не в обрез. Некогда мне играть в ученого, втыкать в это дерьмо. Я разберусь. Просто мне нужно время. Побыть одному, подумать. Поняла. Не буду тебе мешать. Но все равно спасибо за помощь. Блин, вроде они более-менее начинают дружиться. Но ты там руки себе не оторви, придурок. Так, попробуем-ка еще раз переговорить. Вроде было пропорция один к двум. Но может, если вдвое больше, она не... Если же больше удобрений смешать с пропаном... Нет, это тупо. Ему насрать сейчас. Вообще... Как, нашел решение? Нет, не найду, если будешь меня дергать. Извини. Хотя... Нет. Я хочу тебя доколебать. И все. И мне не дают больше с ним поговорить. Ну и ладно. Пойдем посмотрим еще что-нибудь. Сглянуть на груду голов. Охренеть. Понадрубали бошек. Для запугивания. Ну а что выглядит? Весьма устрашающе. Для самых обычных людей. Так, что-нибудь здесь может? Награду глянуть? Нет? Тоже нельзя. А давай взглянем на флагшток. Упорно не хочется отдавать этому честь. Факрейдерс. Написано на флаге. И на голову тогда уже взглянем, пока я в центре. Взгляну на голову на копьях. Надеюсь, они хоть как-то отпугают рейтеров. Ну, по крайней мере, у меня она отвращение вызывает. Небольшое, но вызывает. По крайней мере, я бы смутился, если бы решил напасть на них. Поговорить с Джеймитеном. Как думаешь, когда они придут с ними, будет Софья Минни? Не знаю, может быть. Алло. Я в дозоре, Клим, ищу опасность. Как в патруле? Нет, Клим. Нет, Клим, дозора-то совсем другое. Чем он отличается? Ходить не надо. А, точно. Блин, пацан-то начинает шарить в жизни. Может, еще раз? Нет, с ними нельзя больше поговорить. Сбегу на колючую проволоку. Сработает. Должно сработать. Конечно, сработает. Блин, кстати, я вот не подумал, а если действительно его сестры остались в живых взглянуть на стены, тут не перелезть. Ну, я имею в виду, что они с ними-то не придут сюда, к нам. Перевернуть стол. Ты справишься одна. Нифига себе, ты сильная. А зачем ты это сделала? Здесь-то он особо и не нужен. Ну, ладно, пускай. Типа помогла. Так, у нас остался еще Луис. Луис и... И-и-и в том проходе наверняка кто-то еще есть. Возле кладбища. Ну-ка. Попал? Красавчик. Прям в дерево. Мазила, блин. Луис, тренируйся лучше. Твои навыки не очень. Черт. Что такое? Через пару недель, или дней, или часов, на нас нападут рейдеры, спалят школу и бьют, и угонят нас в рабство. И уже будет неважно, как хреново я с ним обращаюсь. Рейдеры ничего не спалят и никого не угонят. Мы их остановим. Говоришь прямо как Марлон. Ну, о драгах он говорил маловато, просто он тоже старался всех подбадривать. Годами я только делал, что травил тупые шутки и играл в тупые игры. Когда мой лучший друг тащил на себя время ответственности, красава, принимал сложные решения, не спал ночами, а потом я вовсе получил пулю в голову. И я ни хрена не сделал. Да ладно, успокойся, Луис. Он сам виноват. А потом, когда ты пыталась объяснить, кто он такой, и Эйджей застрелил его, я во всем менял в вас. Обоих. Я бы все исправил. Мы и правда виноваты. Эйджей убил его. Я этому не помешала. Он был моим лучшим другом, почти братом, но он делал страшные вещи. Никогда не скажу, что он от его смерти, но я понимаю, почему Эйджей показалось правильным. На, держи. Уверен? Он же принадлежал Марлону. Да, он был. И он защищал им школу, пока не перестал. Давай, попробуй. Вон туда, если можно. Смотри и учись, Луис. Сейчас попаду прямо в яблочко. А ты куда ушел-то? Ставь рядом с мишенью. Кстати, я буду ржать над каждым твоим промахом. Смотри и учись, сопля. Удерживайте ЛТ, чтобы прицелиться. Нажмите РТ, чтобы выстрелить. Ух ты. Так, ЛТ, РТ. Ну-ка. Блин, а в Луисе я прицелиться не дают мне. Окей. Смотри. Опа. Прям в яблоко. Мне чуть-чуть повыше надо. Давай. Опа. Ну как тебе? Давай, отвешай свой комментарий. Фига, напомни мне, не доводить тебя, когда я буду от тебя на средней дистанции, на моей груди появится огромная красная мишень. Захочешь вернуться еще пострелять? Ты только скажи, ладно? Договорились. Клем? Клем, спасибо тебе за все. Вы потренировались с Луисом в стрельбе. Блин, а все остальное я не успел обойти. А, вот, поговорите с Вайлет. Так, Вайлет, давай еще раз. Вайлет пошла заколачивать коридор, да? Да. Я думал, сам все сделал. Попозже. Сначала хотел успеть здесь. Не переживай. Да, ей все равно нужно было чем-то себя занять. Ну что ж, рад помочь. Тренируйся сколько хочешь, бери и стреляй. А че тренироваться? Я уже научился неплохо. Ладно, давай попробуем тебя заколебать. Что-нибудь нужно? Нет, просто хотела проведать. Ничего особо не изменилось. Великим лучшником я за это время не стал. Я в шоке. Еще раз. И... Да, мне больше не дают с ним поговорить. Ты стрелы-то собери за собой, балбес. Расстрелять не умеешь. А где лук? Он у меня уже. Ага, взять лук. Нет. Пускай он тут стоит. Скорее всего, это для тренировки. Можно его подобрать. Так, мы еще не осмотрели баррикаду. Слушай, школа готова к войне. И я еще не заглянул туда. Если там есть что-то интересное, я вам покажу. Нет, там интересного ничего не оказалось, поэтому... Пойдем посмотрим кладбище. И развалины по пути. И поговорим с Вайлет. Ничего полезного не осталось. Интересно, его пытались отстроить после пожара. Так, а здесь у нас Марлин и... Нет, с ней пока не буду. Мисс Мартин. А, мисс Мартин. Спасибо, что всех защитили. Это та медсестра. Нифига себе, вы ее досюда доволокли. Так, здесь у нас кто? Здесь у нас типа сестры Тена. А здесь парочка. Броди и Марлон. Взглянуть на могилу Броди. Надеюсь, там очень красиво, Броди. Где бы ты ни была. Ну, Броди мне жалко на самом деле. Она оказалась честной. Взглянуть на могилу Марлона. Только не рычи, ладно? Ты был придурком. Ну, тебя тоже жаль. Ты хотя бы раскаялся. Плюнуть на могилу Марлона. Да ну нафиг. Мне он, конечно, не нравится, но... Человеческое-то что-то во мне есть. Поговорить с Розей. Собакин, ты как? Розей, ты что там делаешь? Давай попробуем... Позвать ее. Ко мне, девочка. О, умница. Что в таких случаях делал Марлон? Так. Походу, ты... Научилась ей пользоваться. Ну, я просто решил не гладить ее, мало ли. Тепнет за руку. Плюнуть на могилу Марлона или не плевать? Не, ладно, не буду. Да я шучу, я бы и не стал. Это как-то грубовато. Куда Розе делась? Розе! Розе! Серьезно, а где собака? Я хотел еще поиграть с ней. Ладно, поговорим с Вайлет. Коридор перекрыт. Как все? Нормально? Или, ну, знаешь... Полный абзац. Они стараются. Если честно, до идеала им далеко. Но они стараются делать все, что могут. А где все остальные? Их же много. Старания не спасут их от похищения. Старания не остановят рейдеров, которые придут сжигать наш сраный дом. Ты че такая заведенная? Боже, Клем. Никто уже не выдает награды за участие, с тех пор, как ходячие начали жрать людей. По-моему, тебе чего-то не хватает. Потому что ты зануда, ругаются они. Ах, это у меня идея дурацкая. Если ты несешь какую-то химию, себя бы послушал. Ребята, what the fuck? Валет сказала, что мы вместе делали ловушки. Но Сим вообще меня не слушает. Это не значит, что нужно орать друг на друга. У меня идея набить вешмачки кирпичами. Если рейдеры заберутся в здание администрации, мы сбросим мешки именно головы. А этот Вилли хочет подвесить здоровенное говно-бревно на веревках. Оно вынесет всего одного рейдера от силы. А еще я выбирать должен. Ловушка с кирпичами. Она выглядит хотя бы несколько людей. А, Сим прав, ловушка с кирпичами лучше. Так будет практичнее. Нет, это не так. Это точно так, что ребенок должен делать. Особенно маленький, который не врубается, что его ждет. Какого хрена? Да ладно, вспылил малой. Успокойтесь. Чувак, ты как? Живой, блин. Господи, да мы тут друг друга поупиваем до прихода рейдеров. Что нам нужно, так это же рейдеры. Разрядите обстановку. Ну, о чем я и говорил. Вам всем чего-то не хватает. Эй, дружище, как делище? Отвенчиво. Гордо одиночество не поможет нам победить рейдеров. Или развеселить твою кислую рожу. Я имею в виду, дружеской беседы вам не хватает. Чем дальше, тем больше. Тем не менее, я придумал план, который всем разом полегчает. И этот план... Игра. Блин, опять играть. Давай, пошли играть. Хорошо, хорошо, иду. Мы уже несколько недель ни во что не играли, после того раза с Марлоном. Слушайте, они там не нападут, пока я тебя дошла. Если вдруг хочешь сходить за Руби, я могу подождать. Заткнись, чувак. Ты запал на Руби? Что мы планируем? А во что мы будем играть? Правду или вызов? Правду или вызов, не играю с картами. В этой версии играю. Тенем по карте, у кого старше, а тот спрашивает. У кого младше, отвечает. Ну, правило поинтереснее, чем... В прошлый раз. Зашибись. Сейчас поугараем, так. Правда. Выйдешь замуж, трахнешься или убьешь. Ладно, выйдешь замуж, вздрючишься или убьешь. Варианты Руби, Асим и Джеймс, который спас тебя. Ну, капец. Надо отвечать, правила не такие. То есть, в смысле? Дайте подумать, я выйду за... А, то есть, мне надо выбрать действие и выбрать человека, да? Что за бред? Пусть будет Джеймс. Он такой-то инстинный. Забавно, я совсем по-другому говорю, жуткий. Ты же вроде говорила, что он носит кожу. Человеческую кожу. Все, что не прикажешь, Клем. А, это, блин, тот чувак. Я вздрючу. Флип, 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 флип. Флип, флип. Пускай будет Асим. О, вау. Прям как-то неловко. Не думаю, что ты вы его вкусе. Ему нравятся рыженькие. Ну, заткнись. Значит, ты умьешь? Это чудесно. Руби! Руби. Ого, бедная Руби. У тебя было доброе сердце. А Сим так хотел на тебя жениться. Что б тебя, Луис? Так здорово, мы смеемся, становимся ближе. Туда приятнее, чем думать о жаждущих крови ублюдков, которые хотят нас похитить. Кто тебе только тенул за язык? Второй раунд. Вот придурки, а. Заставили сказать Клементину какую-то херню. А бедная Сим проиграл. По-любому вызов. Ладно, давай. Иди поцелуй ходячего, попроси Руби поцеловать тебя. Ну, даже не знаю. Ходячий-то его куснуть может. Но попросить Руби поцеловать, это как-то провокционно. Хотя вы так же меня провоцировали. Ты должен попросить Руби поцеловать тебя. Серьезно? Самый обоснованный вызов. Давай, жги. Смотри, сейчас. Похарив лебед. Ха-ха-ха-ха. Черт. Я не могу дышать. Ну чё, вариантов других не было, Клементина? Что ж, сегодня мы узнали много интересного о нашем друге Асиме. В частности, что романтик из него никакой. Шат ап. Шат ап. Не зевать, ребята, мы начинаем третий раунд. Так. Блин. Всё, без шансов. Придумал. Мы здорово набросились на беднягу Асима, подкалывали его насчёт милашки Руби. Нужно найти новую жертву, которую мы будем терзать вопросами о безответной любви. Итак, Клем. Есть тут кто-нибудь, кто тебе прям нравится-нравится? Ну, серьёзно нравится-нравится? Семен. Спасибо. Не надо меня пытаться. Совсем не круто вот так докапываться до человека. Да, Сим это докапывалось. Всё нормально, Клем. Можешь не отвечать. Эй-Джей. Бам. И тут игре конец. Мне никто не нравится. Не, Эй-Джей нравится. Асим, у тебя старшая карта, а младшая у... Теннесси. Блин, он сейчас какую-нибудь херню спросит. Скажи, что ты никогда никому не говорил, потому что боялся, что тебя засмеют. Не боись. Я... Я думаю, что ходячие когда-нибудь исчезнут. Их просто не станет. История развивается циклически, так? Ритмиковый период, каменный век, какие-то ещё века. Такие дела. Этот век закончится и начнётся какой-то другой. Век без ходячих? Как раньше? Лучше этого. Чего вы так на меня уставились? Ну, звучит прекрасно. Звучит очень красиво. Я никогда об этом не думала. Но что? Парень верит в светлое будущее. Что случилось, Эй-Джей? Я просто не знаю, какого это. Вы всё знаете, а я нет. Я не помню, какого было жить до монстров. Знаешь что, малой? В этом нет ничего плохого. Поверь мне, старый мир был тующей жопой. Что ж, ты его успокоил, красавчик. Что ж, предлагаю на этом сворачиваться, чтобы хоть раз... Да вы как-то быстро разговариваете. Ты в дозор? Ага, Клементин на следующий. А мне можно? Конечно можно, мой муж. Ты постоянно выходишь в дозор. Балбес, иди отдохни. Чё там? А, не мириться пошли. Привет. Привет. Хочешь помочь мне с ловушкой? Хочу, есть кое-какие идеи. Лады, уверен, они пригодятся. Прости, что тукнул. Да ладно, отлично, врезал. Я пойду к колокольной. Хочу перед сном проверить укрепление на задней стене. Помочь тебе? Конечно, почему нет? Я тоже не отказался бы от помощи. Беру на себя игру в фортепиано. Что? Хочу попрактиковаться, пока вы не порубили его на дрова. Эй, нет, у меня есть один проект, над которым я хочу поработать, но мне нужен помощник. И чё, мне теперь выбирать между вами. Эй, ребята. Пойти с Луисом, пойти с Вайлет. Луис, Вайлет. Эй, даже не знаю, пошли с Вайлет. Раз уж я с ней дружиться начал. Луис, он балбес. А Вайлет, она как бы пришла в своё время. И пригласил за нас. А Луис наоборот. Сначала дал заднюю, а потом... ...решил вписаться. Ух ты. А здесь прикольно. Какая-то новая локация. Значит, нам нужно осмотреть стены? Да. Оттуда? Сверху всё как на ладони. Прикольно. А как ты туда залезешь? Серьёзно? Готова к подъёму? Ну, не особо, если честно. Как тут подниматься-то? А, честно, по стенам? Давай ещё грохнись. Как-то на вид оно опасно. Чем опаснее ходячих? Для этого гроба на колёсах. Что ты зовёшь машиной? Окей. Не поспоришь. Ладно, Клем, давай попробуем. Давай, подтягивайся. Ну вот, теперь у меня куриные наггетсы, но у меня помнишь их? Не особо. Ни за что не забуду. Мы всегда ели по воскресеньям. Бабушке не оставалось времени готовить церковь, библия. Выручал фастфуд. Чёрт, глаз бы сейчас отдала за наггетс. Прикольно, можно зависать ей. Серьезно? Да, пожалуй. Можно я отсюда посмотрю? Я высоты как бы не очень люблю. Ты там дальше-то не грохнешься? Так, нам сейчас покажут что-то, нечто крутое. Наверное, целый крутой пиксельный мир. Ух ты. Реально, школа. Красиво. Короче, ты сюда ходишь помедитировать, я понял. Колючая проволока, ловушки, оружие, всё по плану. Благодаря тебе. Без твоей помощи мы бы не справились. Конечно. Почему ты не ответила? Сегодня ты в дозоре, верно? Да, мы с Эйджием. А что? Успеем сначала немного поболтать? Конечно. Конечно. Что ты задумала, Вайлет? Что-то с Луисом мутят. Луис там на своей волне что-то мутит. Это на своей волне что-то мутит. Какая красота. А, иногда мне нужно побыть в тишине, забыть обо всём. Она же из этих самых, из тех самых, короче, которые, ну, короче, нестандартные. Да? Знаю, ты вернулась, чтобы спасти Эйджием, но после этого могли взять и уйти. И сбежала бы всего этого дерьма с рейдерами. Почему ты не ушла? Из-за группы? Куда я уйду без тебя? Это мой дом, здесь безопаснее. Здесь безопаснее. Нам с Эйджием здесь безопаснее, Лили и Абель это быстро доказали. Это правда, по крайней мере, пока они сюда не заявятся. Обломайся. Клементина нормальная. Знаешь, какие-нибудь созвездия? Нет, а ты? Я учил их в школе, но вспомнить не могу. А давай придумаем новое. Иди сюда. Здесь можно посидеть, не боясь свалиться. Максимум, что я вам позволю, это быть подружками. Каждый вроде как рождается под своим знаком, верно? И этот знак определяет, что ты за человек. Привет, геймпад, блин. Это уже астрология, а не астрономия. Да плевать, придумаем всё сами. Правила, знаки и значения. Можно подумать, кто-нибудь ещё помнит, как оно было раньше. Ну, давай, смотри. Это рыба. Где? Я нихрена не вижу. Прицелитесь, используясь и РС, и одновременно нажмите РТ. Так, это у нас будет. Это у нас будет. А, в натуре рыба, смотри-ка. Опа. Так, теперь надо решить, какие люди на неё похожи. Короче, рыба, яркая, красивая, общительная, всегда в движении, энергия бьёт ключом. Напоминает тебе кого-то? Клементина. С энергией-то понятно. А вот с общением... Вылитая я. Меня, конечно. Это ты у нас полная энергии? Да ты просыпаешься позже всех. Вот и нет. Один раз уж точно напрочь проспала своё дежурство. Всё равно похоже на меня. Ладно, поехали дальше. Я вижу нож, а ты? Вон там, прямо у тебя над головой. Да ты прикалываешься. Мне надо нарисовать нож? Ладно, поехали. Блин, я хотел нарисовать его по-своему, но мне не дали. Ну, пускай это будет нож. Супер. Тут всё просто умный, чистый, жестокий, надёжный. На такого человека можно положиться в драке. Луис, конечно, в который стреляет. А... Ну... Давай, короче... Похоже на тебя. Хотел сказать, что это я, но... Пускай это будет валить. Это мне нравится, точно. Давай ещё разок. Я нашла птицу. В смысле, настоящую птицу. Да ты прикалываешься, смотри, сколько здесь заполнять. Ладно, ладно, поехали. Так, сюда. Да. Блин. Ну, это не сложно. На самом деле, птица свободна. Она может улететь куда захочет. Выше, выше и выше, чтобы не вернуться никогда. А у нас остались какие варианты? Это мы все. Каждый из нас хочет улететь куда-нибудь подальше. Может, мы вместе научимся летать когда-нибудь. Извини, что-то я заговорилась. Просто я много раз видела, как люди уходят, родные и друзья, и не возвращаются. Но ты вернулась. И теперь я представить не могу, что ты делала, если бы ты ушла навсегда. А, еще не хватало, чтобы вы тут засосались на крыше. Черт, вслух это звучит совсем тупо. Че, да, тем более чувством, или... Или пускай остаются подругами. Ты отличная подруга. Мы друзья. Очень хорошие. Как же хорошо снова обрести подругу, которой я могу доверить всем сердцем. Так что нам теперь нужно замастерить всякие браслеты и дружбы, а как же иначе? Иначе не считается. Терпеть не могу руками работать. Как-то это двусмысленно. Вик, Лем, вы тут? Вот засада. Наверное, тебе уже пора на дежурство. Так, готово? Готово. Я как бы готов уже эпизод заканчивать. Наверняка сейчас опять какая-нибудь жопа произойдет в самом конце. А что будет дальше, мы узнаем только в следующем. Эй, Джей, привет. Что-нибудь видишь? Переверни бинокль, неправильно держишь. Рейдеры. Тот человек. Он будет с ними. Эйбл. Абель? Да, будет. Эйбл. Эйбл, а не Абель. Твои кошмары. Они все про него, да? Да. Мне уже можно ругаться? Мне кажется, мне уже пора. Ну, ничего, кроме грубее дерьма. Самая грубая щит. Этот человек... Щит. Засранец. Ха-ха-ха. Ну, Клим, совсем не смешно. Я бы обосрал ему всю голову. Ну, все, хватит. Попробуй подумать о чем-то другом. Монстров посчитай. Их все столько же. Ха-ха. Три. Четыре. Бояться Абель не стыдно, Эйджей. Ты знаешь, как с этим справиться. Там десять монстров. А было? И я его не боюсь. Но когда он придет, чур он мой. Какой самоуверенный. Я тот, кто его убивает. Хорошо? Слишком опасно. Нет, Эйджей. Он слишком опасен. Но никаких ноу. Не, ну правда, ты слишком маленький, чтобы с дядькой бороться. Вот дерьмо. Ты сказала мне, можно. Ладно, чуть-чуть ругнуться можно. Теперь их двенадцать. Может он этот, Джеймс? А если мы сыграем в камень-ножницы-бумагу? Если я выиграю, ты придумываешь, и чур Абель мой. Ах ты хитрец. Я его побью, Клем. Пожалуйста. Давай так. Ладно, это по-честному, но я тебя выиграю. Правда? До двух побед, лошара. И никаких не считается. Никаких не считается. Лошара. Ну, держись. Один. Раз. Два. Бумага. Папа. Смолчат. Ах ты, подлец маленький. Один. Один. Два. Ножницы. Есть, я победил. Готово. И... Давай сейчас попробуем... Бумагу. Да, я знал, что он выкинет камень. Блин. Бумага побеждает камень. Я выиграла. Так что больше никаких чурмой, ладно? И честно проиграл. Так что... Ваши отношения с Эйджием изменились. Уже который раз. Клим, я что-то вижу. Не ходячего? Вот, глянь. Кто там? Кто там? Да, крадутся. Идут. Вижу, вижу, вижу. Это не ходячий. Молодец, Эйджей. Санц вызывать всех. Скорее нужно рассказать остальным. Все, сейчас кипиш начнется. Эй, ребят. Там кто-то крадется. Похоже, рейдеры. Они наконец-то приперлись? Да. Береги себя, ладно? Давайте тоже аккуратней тут. Мы готовы доехать. Как минимум шестеро, все с оружием. С телегами, наверное, чтобы пленников увозить. Блёгкие. Не верится, что они и правда пришли. Если они войдут, я их отвлеку. Тогда у Вилли и Митча будет время поджечь бомбу. Засуну ее под телеги. Сработает, обещаю. Если они поработают через ворота, отступаем. В здание администрации. Точно, прямо в наши ловушки. Их ждет жесткий сюрприз. Эти вещмешки им все кости переломают. Ну что? Будут последние наподствия? И вы все смотрите на Клементина, куда? Ладно, ребят, берегите друг друга. Что бы не случилось? Твою мать! Ладно, его не жалко, я его даже не знаю. Где они стреляют? Прячьтесь быстро, Амар. Пойдем. Эйджей, прячься. Давай, 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 Амарчик. Мне тебя не сильно жалко, но... Надо валить. Там Вилли ломится, походу. Твою мать. Детишки, открывайте. Не нужно доводить до беды. Все, экшен начался. Иди, я не пропадаю. Давай, малой, перевяжи себе чуть-чуть ногу, чтобы кровь не текла. У тебя мало времени, иди. Ладно, погнали. Перефигачим их всех. Так, выглянуть Y. Ну, я дожил. А, это не выглянуть было. Это стол сдвинуть. Б. А, не то, что не пристрелили этот стол. Так, Лили, Абель, еще парень, лошадь. Сколько же вас там? Я не посчитал. Шестеро, говоришь. Все в порядке. Главное, не двигайся, не шуми. Лили у них за главного? Что это за херня? Соберись, это просто правило. Так. Видать, они приняли все всерьез. Рассредоточиться. Ну, давайте, ребята. Не подведите. Блин, что делаем? Лили! Лили! Двинишься, стреляю. Не успеешь. Ну, так-то, против винтовки, да. Шансов минимум. Она увидела. Куда ты спрятал наших солдат? Они не твои. Что ж, и без них обойдемся. Одно движение от Клементины, пристрелите ее. Блин, надо стрелять по тому, у кого ружье. Мы найдем их, Клементина. Собирайте меня. Тебе нужны солдаты? Ладно. Я пойду с вами. Но остальных не трогай. Ты правда на это готова? Сдаться, если я отпущу остальных? Да. Ты изменилась. Я выросла. Я уже вижу. Господи, ты ты его копия. Чья? Если бы Лил увидел, какими глупостями тебя научил, он бы умер от горя. Лиле гордился бы мной. Ты права. Я его копия. Если бы он увидел меня сейчас, то гордился бы мной. А что? Потому что ты только что почти зналась, пожертвовала собой ради спасения друзей? Так-то он так же делал. Точно. Это полностью оправдывает все его жертвы. Это было гармон, по крайней мере. Не то, как ты это делаешь. Убирайся! Если откажешься помогать, кто-нибудь другой точно пойдет нам навстречу. Мы уже находились здесь добровольцев. Мини хотела прийти с нами, рассказать, как наша жизнь стала ее жизнью. Как она теперь стала счастлива. Она сказала, что у нее здесь была девушка. Друзья, по которым она скучает. Парень, который всегда мог ее размешить, чтобы не случилось. Серьезно. У нее младший брат. О нем она скучает больше всего. Черт, она сейчас оборвет весь... Тен! Ну твою мать, зачем? Подорвала нас наш дух боевой. Где они? Я отведу вас к ним. Тен, не слушай. Не слушай ее, Тен, ты же знаешь, что это вранье. Она забрала твоих сестер, украла их у тебя, украла из дома. Коза. Все, хара. Да ну нафиг. Тен, беги. Черт, черт. Все, разбегаемся, ребята. Блин, у них снайпер. Блин. Блин, мимо. А почему сразу влили? Ой, воняйся. Надо было кого-нибудь с ружьем убить. Че вы тормозите? Давайте. Врывайтесь. Да ладно. Что тебе? Капец, Митч. Блин. Ну его жалко, если честно. Кого-то надо убивать. Убивайте. Кто уцелеет, забираем. Тверца. Если я тут присрала, смертный приговор. Давай. А зачем ты ногу? Кто его стреляет? Давайте, все назад. Да они не успеют. Да я поролю руками. Я их перестреляю всех нахер. Блин, Митчи на самом деле жалко. А где Амар? Он-то хоть живой. Так, трое внутри. Один храмуля. Давай. Есть. Минус один. Нет. Че, овца схавала? Убить вон ту девку. А зверела, да? А нихер наших бить. Овца схавала. Осторожно. Давай, 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 давай. Б. Да ладно, она еще жива. Давай, добить надо срочно. Херня это все. Говорил же ныне, что вы упретесь. Твою мать. Эй-Джей. А, я думал, у нас разделили. Эй-Джей, дверь, запри. Твою мать. На сей раз твоей подружки Лили здесь нет. И у нас есть время для очень короткого разговора наедине. Ну, ты с одной рукой ничего не сделаешь. А теперь у тебя и второй нету. Ха-ха. Клим. Я не могу. Не подходи. Что ты не можешь, малой? Хватай, хватай, хватай. Все, молодец. Козел, а? Девчонку, не жалко тебе. Знаешь, что я думаю, когда я смотрю на таких, как ты, слабых, мелких, испуганных, но живых? Ну? Что ты дожила только потому, что нифига. Дофига народу сдохло ради тебя. Давай, давай, вверх, икс. Да ладно. Умничка. О, хорош. Пидалка. Абель, у всех конечностей, блин, повредили. Ну, давай. Прощай, Абель. Лети, не жаль. Ну, фига себе, я думал, он вылетит. Давай, 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 давай. Мой слабак. Прям по колокольчикам. Все. Ах ты. Крементинка, ты хотя бы на него упала? Да. Крементинка. Кто ерет? Блин, в натуре ему не повезло. Все переломано. Лили. Что с тобой? Что ты ноешь? Черт, почему же это так сложно? Давай провоцировать ее. Кончай с этим. Давай уже, стреляй. Потому что я не смогу, плевать. Кончай с этим. Она не выстрелит. Кто там? Луис. Я только знал. Блин, как бы не было жалко. Хотя бы не жалко, Лили. Какая не была бы она подружка нам в прошлом. Пошла нам в жопу. Давай, давай. Блин, ты живучая мобиль, а? Ой, блин, моя хромничка. Блин, они затащили Луиса. Ну, вот Луиса жалко терять. Кто там? Вайлет. Капец, вы столько ходячих привыкли, придурки. Давай, у меня есть лук. И что мы делать-то будем? Кого спасать? Луиса или... Спасти Вайлет или Луиса? Да вы прикалываетесь, я не хочу выбирать сейчас. Ладно, Вайлет, раз еще подружками стали. В смысле? Я же выбрал! Твою мать! Я нажал. Это было нечестно. Я сделал сложный выбор, теперь мне не придется его еще раз делать. Ты же Вайлет или Луис? Ладно, Вайлет. Я же обеих успею спасти. Обеих бы на боях. Нам не нужны потери. Отходим, берем телеги и назад. Хотя, если там будет это... Кто там? Кто там второй? Если бы там была подруга, то и Вайлет. Имел бы смысл ее позвать с собой. Вернее, спасти Луиса, чтобы они забрали ее с собой. И они там объединились. Блин! Надо спасать наших. Удерживайте ЛТ, нажмите ЛТ, чтобы пристрелить. Окей. Да елки куда-то... Уклоняешься быстро. Эх, блин. Почему же это сложно? Блин, какой-то быстрый. Есть. Окей, чоп, чоп. Есть. Все. Ребята разбушевались. Красавчики. Так, ну что мы имеем? Они убили Митча. Это очень плохо. Они ранили... Как его зовут, Амара? Это тоже не очень хорошо. Тут слева, да? И... Они забрали Луиса. Это прям вообще плохо. Потому что Луис один из... Главных персонажей этого эпизода. Един из главных друзей Крементины. Эй, Джей, как ты там? Блин, ребята. Все. Походу все закончилось. Но они забрали... Луиса и еще кого-то. Наверное, одного из своих. А может быть... Может, одного из наших. Сейчас посмотрим по группе. Блин, ну это был... Сильный такой... Сильное нападение. На самом-то деле. А ты умничка, Рози. Клим. Клим. Я... Прости за то, что поверила ей. За верю. Ну, может, она и не врала. Может, там есть... Твоя сестра. Но мы могли объединиться с ней после того, как отбились бы от них. Кого там убили. А, Митч? Они забрали их. Асима и Омара и... А, они троих забрали. Офигеть. Луиса. Знаю. Асима-то, как они успели забрать. Мы спасем их. Если бы мы только знали, где искать, я бы сама там все разнесла. Но мы не знаем. Ну, у нас есть кое-кто, кто знает. Кто там? Кто там? Капец, бедня. Мне его жалко, честно. Он же мог уйти спокойно с едой. И тогда еще на вокзале. Лишился конечности, сломал ногу. Она ему порезала руку, в глаз что-то ткнула. А он на Болтус даже драться не умеет. Эпизод 2. Обездоленные дети. Конец. Давайте посмотрим статистику. Вы, 64% игроков, сказали ЭйДжею оставить пистолет себе. Это когда Луис сказал, приказал отдать пистолет. Ага, 33% отдали и 1% не вмешались. И 2% промолчали, когда ЭйДжей настаивал на том, чтобы отдать пистолет Луису. Окей, поехали дальше. Вы, 50% игроков, велели Луису и Вайлет бежать от Лилии Абеля. То есть, в принципе, 50 на 50. А, смотрите-ка, если бы я сказал Вайлет стрелять в Лилии, Луиса бы ранили. Так что не так уж и плохо. Вы, 93% игроков, пощадили Ходячего, выполнив просьбу Джеймса. Ну, как бы это его друзья. Почему бы нет? 6% игроков убили Ходячего, несмотря на просьбу. И 2% игроков дали Джеймсу бросить камень, чтобы отвлечь Ходячего. Окей, поехали дальше. Вы, 57% игроков, сходили с Вайлет посмотреть на звёзды. И всего 43% помогли Луису настроить фортепиано. Но мы ж там ничем не занимались на крыше, так что это нормально было. Вы, 53% игроков, спасли Вайлет, а не Луиса. Ну, я и больше доверяю, не знаю. Так, это общая статистика. Вы, 90% игроков, оставили Руби благодарной. Руби была потрясена, когда вы назвали убийство Марлона Эйджиэм оправданным. Руби утешилась, когда вы проявили сочувствие при виде найденной медсестры. Блин, они бы ещё меньше сделали шрифт. Вы и 30% игроков оставили Джеймса убеждённым, что ему доверяют. Джеймс почувствовал себя полезным, когда вы разрешили ему поделиться яблоком с Эйджиэм. Джеймс внимательно выслушал вас, когда вы сказали, что родом из Джорджии. А, это тот парень с маской ходячего. Вы, 80% игроков, допустили, чтобы Луиса похитили. А то есть шанс, что его не похитили бы, был всего 15%, так что всё нормально. Луису стало легче от того, что вы попросили прощения за причинённую ему боль. Луис сник, когда вы решили провести время с Вайлет, а не с ним. Луис почувствовал себя ненужным, когда вы дали рейдерам похитить его. А с чего ты взял, что я тебя мог защитить? Так что не надо вот это сейчас нагнетать ненужным. Может, я бы тебя спас, если бы мог. Митч мёртв. Митч вышел из себя, когда вы велели ему следить за языком на похоронах. Митч был раздражён тем, что вы решили помочь Руби похоронить ходячую. Ну, прости, Митч, ты был хорошим парнем. Вы, 59% игроков, оставили Тена подавленным. Тен приободрился, когда вы похвалили его идею с рисунками. Тен был обнадёжен тем, что вы разделили его веру в неизбежность конца века. Абель в плену. Абель обозлился, когда вы предупредили Вайлет Луис об опасности и велели им бежать в лес. Абель опешил, когда вы предложили Лили забрать вас и оставить остальных. Но он нам пригодится. Может быть, встанет даже на нашу сторону. Кто знает. Вы, 56% игроков, поступили так, что Лили не была убеждена. Лили польстила, что вы вспомнили её. Лили была удовлетворена тем, что вы дали ей помочь вам встать. Ну, её мне совсем не жалко. Вы оставили Вайлет с жаждой мести. Вайлет почувствовала облегчение, когда вы с АйДжеем вернулись в школу. Вайлет была тронута тем, что вы отозвались о ней, как о близкой подруге. Мне кажется, она была бы больше тронута, если бы я позволил ей быть моей подружкой. Типа, не подружкой. Вы, 31% игроков, убедили АйДжея, что его поступок был оправданным. АйДжей успокоился, поспав в вашей кровати. Он смирился с тем, что вы не отдали ему право убить Абеля. Да, кстати, он бы его просто ушатал и всё. Состояние школы Амар похищен. Рози стала вашим преданным другом после того, как вы погладили её во дворе. Вилли был раздосадован тем, что вы не выбрали его ловушку с бревном. Асим похищен. И вы собрали всего три предмета из трёх. Отлично. Что ж, друзья, на этом сегодня всё. Не забудьте ставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok